Музыка Всем привет! Сегодня готовлю опять вздобные булочки. Это просто сказочные, очень вкусные, мягкие, воздушные. Хотите приготовить такие? Посмотрите, внутри с начинкой. Начинку можно совершенно любую, а можно просто без начинки. Тесто получается, повторюсь, сказочное. Приступаем к приготовлению. Все легко и просто и быстро. Для начала делаю, как всегда, опару. Дрожжи 25 граммов, сюда немного сахара и теплого молока. Перемешиваю, ставлю в теплое место. Дрожжи поднимаются у меня в микроволновке. Если берете сухие дрожжи, то их нужно в 3 раза меньше. Беру одно яйцо, 4 столовые ложки сахара. Вот так вот брала. Не сильно большой верх, уже отмерила. И теперь яйцо перемешаю с сахаром. Яйцо с сахаром взбила до белой пенки. Добавляю 1 чайную ложку без верха соли. Сюда же добавляю 50 граммов майонеза. Майонез совершенно любой. Если брать ложками, то 2, наверное, столовые ложки. Я взвешивала на весах. Сюда же добавляю опару, которая уже поднялась. Не сказала, что опару я готовила из этого количества, из общего количества продуктов. Отдельно не делала. Одну столовую ложку растительного масла. Сюда же сразу. Все перемешиваю хорошо. И добавляю теплое молоко, подогретое в микроволновке. У меня здесь 300 миллилитров. Вот такой стакан. Молоко должно быть теплое, не холодное и не горячее. Чтобы тесто быстро поднялось. Все хорошо перемешиваю. Добавляю постепенно муку. Здесь у меня 500 граммов. Понадобится чуть больше, меньше. Посмотрим при замесе теста. Сначала вымешиваю лопаткой, потом рукавами. Вот смотрите, какое тесто я замесила. У меня ушло на это тесто 580 граммов. Ну, 580-600, вот где-то вот так и получается. Но чтобы оно не липло к рукам, а такое было не слишком крутое. Вот так и получается. Теперь закрываю мешочком и ставлю в теплое место для подъема. Тесто у меня, смотрите, как поднялось. Стояло на балконе. Буквально 25 минут прошло. Руки смазываю растительным маслом. И вынимаю тесто. Одного раза подъема теста достаточно. Теперь буду формировать булочки. Смотрите, какое оно мягкое. Мукой не пользуюсь. Все с растительным маслом. Прям такое нежное-нижное. Не передать словами по ощущению. У меня есть рецепт булочек, где я делаю очень вкусные тоже булочки. Можете посмотреть. Они получаются сладкие, пушистые, воздушные. Так, теперь на два раза разделю. Я буду отдельно по булочкам делать. Одну часть раскатаю. Где-то вот такие булочки разрезаем. Я покажу, как буду делать. Теперь еще раз смажу немножко руки. Вот так. Разомну руками. И я начинку сделаю с конфетой. Взяла вот такие конфеты. Коровка загорская, сливочная. И тип-топ, похожа на карамель, как типа гусиные лапки. Карамель можно совершенно любую с начинкой брать, с повидлом внутри. Или с какой-то... Я вот так вот разломаю. Очень свежая конфетка. Я думаю, одной достаточно будет. Вот так положу в разные стороны. Закругляем. Вот, накатаем вот так вот шарик. Красивый. И сразу кладем на противень. Красивень. Так, теперь следующую. Если у вас конфет нету, не хотите с конфетами, берем немного либо растительного масла, чуть-чуть, или растопленного сливочного масла, сахару в середину, чуть-чуть. И так же залепляем. Вот такой вариант. Можете сделать по-своему булочки. Я делаю в булочке еще пласт. Можете посмотреть видео. Булочки сформировала. Теперь закрываю их полотенцем тонким и ставлю на расстойку, ну, минут 20-30. Булочки расстоялись. Смотрите, какие они большие стали. В разогретую духовку помещаю на третий уровень. Режим вверх-вниз 180 градусов до подрумянивания. Булочки готовы. Выпекались у меня 25 минут в моей духовке. Ориентируйтесь по своей. Смотрите, какие румяные получились. Растопила сливочное масло и смазываю булочки маслом. Булочки еще горячие. Я их сразу перемещаю. Смотрите, какие они. Просто вообще мягкие-мягкие. Хочется показать. Вот, снизу тоже все они вот такие поджаренные. Я с горячего противня перемещаю на листик, чтобы они немного остыли. И потом уже холодные покажу, какие они будут внутри. Прямо все. Хочется сразу съесть горячие. Но пока не буду. Я люблю холодные все выпечку. Булочки остыли. Они нереально мягкие. Показываю вам разрезы. Смотрите, ты вообще просто чудо. Так, тут хоть начинка. Смотрите. Это похоже с карамелькой коровкой. Смотрите, какая красота. Внутри вот так карамелька растаяла. Тесто просто супер. Так. Вот эта булочка. А вот эта булочка без начинки. Смотрите структуру теста. Когда ее вот так нажимаешь, оно амортизирует и заново принимает форму пышную. Субтитры теста. Смотрите. На второй день булочки такие же мягкие. Можно их холодными положить в кастрюльку, закрыть крышкой, либо в полиэтиленовый мешок. Они точно такие же свежие. Единственный минус этих булочек в том, что от них невозможно оторваться. Хочется есть и есть. Так что наливайте чай, кофе и пейте. А я буду трескать эти булочки с домашним апельсиновым холодным соком. Просто вкуснота. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok